На природе? Алло! Здравствуйте! Алло! Я могу услышать, Рокятова. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, да, да. Кто это? Я могу услышать, Владимира Михайловна. Я слушаю, кто это? Это звонок Кибербанка России. Меня зовут Бухакова Наталья Андреевна, инспектор. Вы меня слышите? Да, да, да. Звоню по поводу вашей кредитной карты. Должность по ней фиксируется? 9600 рублей по какой-то цене оплачивается. Ой, что-то со связью, да? Я тут еще на корпоративе, но я сейчас вышел в другое помещение, а у вас что-то прививается. Говорите, пожалуйста, по отчертию, если вам не трудно. Владимир, вы меня сейчас слышите? Вот сейчас хорошо слышно, да. Хорошо. Звонок по поводу кредитной карты. Должность по ней фиксируется. 9615 рублей. Что-то не делается, не услышал, фиксируется. Задолжность фиксируется посрочная. 9600 рублей. Почему не оплачиваете? Денежек нет. Кончились. Владимир Митич, вот на сегодняшний день банк выставляет требования до 3 октября вашу задолженность закрыть. Вы готовы это сделать? Сейчас я проверю кошелек. От того, что вы выставили требования, у меня там может что-то появилось? Мы собирали 500 рублей на вечеринку, и я не смог дать даже 500 рублей на вечеринку. Пришлось так вот просить, чтобы меня пустили, как ценного сотрудника. Ой, тут так весело. О, слышите, музыка поет. Дискотека 90. Владимир Митич, готовы вести диалог конструктивный? Я вышел специально в Курилку, в Курилку вышел, чтобы тут не так громко. Ну, смотрите, Владимир, если вы сейчас отказываетесь от оплаты, то банк оставляет вам, что сумма основного долга одним платежом, это 72 тысячи. Вы готовы сразу оплачивать 72 тысячи? Да откуда? Если 9 нет, откуда я 72 найду? Вы что? Бог с вами. А вы понимаете, что если вы сразу не будете это оплачивать, а дальше ваш договор пойдет, соответственно, в суд, вам будет на вашу зарплатную карту, ну, или как там суд уже присудит, будет взыскивать вас уже в судебном порядке. Нет, давайте разберемся, кто куда пойдет, у кого ножки есть. Кто куда пойдет для начала. А то вы так говорите какими-то фразами, как детский тат, пойдет куда-то договор. Как это он пойдет? Я так понимаю, вы понимаете, я там писал, у меня, я кандидат наук, у меня высшее юридическое образование, и вот эти вот фразы неприемлемы для сотрудника банка. Если, конечно, вы сотрудник банка, а не какой-нибудь там пройдох. Ой, ой, радость моя. И так, ой, простите, двери тут открывают, заходят, выходят, музыка у нас поет вовсю. Так, и куда все пойдет? Владимир. Да, 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 да. Вот тут, Владимир, вот это, кстати, не меняет, вы от оплаты-то отказываетесь, я вас правильно поняла? А, не, не отказываюсь, почему просто сложились обстоятельства так, что нечем платить от того, что я там отказываюсь. Доктор юридических наук, вы подписали кредитный договор. Да. Где подписано в договоре, что вы можете не оплачивать кредит? Так нет, не написано, не написано, это и есть нарушение. Я признаю, я не соблюдаю условия кредитного договора, и мы с вами можем реализовать свои права. Где? Вы соблюдаете условия кредитного договора? Я не соблюдаю, и что? На дыбу меня, что ли, или плетью стягать будете? Ну, так а по какой причине этого не оплачиваете? Денег нет, душа моя, денег нет, все, все на эксперименты, я, знаете, я еще и доктор химических наук, и вот я в лаборатории всю дорогу, юридическая практика для меня хобби. А вы не можете не оплачивать кредитный договор? То, что вы вот имеете в виду, это является основанием я так, что это кредитный договор? Не, не является, я поэтому и говорю, пожалуйста, делайте свой шаг, если вы из банка. Что должен банк сделать? То есть вы готовили все решать через суд. Я правильно поняла вас? Да, я вас поселяю на три буквы посередине У, слово СУД. Вы молодец, вы все понимаете правильно. Если вам что-то не нравится, милости просим, все в законном формате. Выставляйте окончательное требование, подавайте исковое взаимое, мнение. Все, только я вас прошу, да, 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 не без горячки, судебный приказ писать не нужно. Хорошо? Что? Повторите, пожалуйста, плохо слышно. Судебный приказ не нужно писать, ладно? Ну, а как выбирать? Так, где это все происходит? Ой, я тоже, вы пререваетесь. Я вот слышал, вот так вот, только еще раз, пожалуйста. Что это у вас там? Я так понимаю, на вашу зарплату просто наложат. Ну, это по решению суда, если суд вынесет решение, да. Я уже не решаю. Так, суд вынесет решение, так все и будет. Ну, хорошо, будет. Дальше пойдет исполнительное производство. Исполнительное производство. Судебный пристав, исполнитель будет смотреть в первую очередь не на сумму долга, а на возможности должника. Это очень важно. Станет на сторону более слабой, менее защищенной стороны. это только закон тоже. Понимаете? Хоть вы и скажете, что так не бывает, это не бывает с теми, кто ни черта не смыслит в юриспруденции. А те, кто знает, чувствует, понимает, не дадут себя в обиду. Я себя не дам в обиду. У меня уже 4 банка вот таким вот образом наткнулись на меня, как говорится, на рогатину. Ха-ха-ха. И что? То есть вы делаете за это кредитную карту и потом не оплачиваете? Нет, нет. Вы меня сейчас не подводите к мошенничеству. Я же раньше оплачивал. 159-ю нереально реализовать в формате гражданского производства. Вы не сможете доказать умысел. Вы делаете заведомо, сначала оплачиваете, а потом не оплачиваете. Нет, это не заведомо. Это обстоятельство непреодолимой силы. Пошь с мажор. Слышали такое? Ну, то есть каждый раз у вас это происходит. Я правильно понимаю? Нет, теперь окончательно. Все. Окончательно. Хорошо, я тогда вам ставлю отказ от оплаты, соответственно, дальше уже вы все знаете. Куда вы ставите? У вас все время кто-то куда-то идет, что-то вы что-то ставите куда-то. Девушка, вы, наверное, соберетесь с мыслями. Теперь, Михайлович, у последних вам вопрос телефоны контактные, по которым с вами можно улицизировать. Девушка, давайте сначала выясним до конца, кто вы такая, чтобы я вам давал информацию профессиональную. Ну, вы уже ранее давали эту информацию, я просто ее уточняю. Кому я давал эту информацию? Когда вы брали кредитные... Ну, я же ее не вам давал, я лично сотруднику банка давал. А теперь кто со мной разговаривает? Я вас поняла. Ну, так и скажите, что вы не будете уточнять эту информацию. Да нет, я просто хочу вас поставить на место, чтобы вы не думали, что вы король-королевна. Понимаете? То вы раз сказали, рот открыли, и вам сразу все по щучьему велению, по моему хотению, в этот рот залетело. Михайлович, вы уже не ходили разговаривать? Да нет, я же как хочу, так и разговариваю. Вы же мне звоните, не я вам, понимаете? И я не понимаю, кто это, в первую очередь, кто мне звонит. Я не могу понять, кто вы такая. Я вам представилась, наши... А вы знаете, мне позвонит Марфа Ивановна и скажет, что она рядом с Путиным спит. Вот. Но только спит и больше ничего с ним не делает. Мне что же ей верить? Я вам позвоню. У вас есть способ доказать, кто вы такая? Я вам ничего доказывать не обязан. А скажите, пожалуйста, где головной офис Сбербанка находится? А хотя бы это, скажите мне. До свидания. Ну, во-первых, вам для чего это? Ну, хотя бы, если вы сотрудник банка, вы должны это знать. Ну, во-первых, у нас много территориальных банков. Не-не-не, я же говорю, головной офис Сбербанка в Москве на какой улице находится? Это любой сотрудник банка должен знать, как отчий наш. Владимир Михайлович. Так вы не сотрудник банка. Вы какая-то очередная мошенница из корректорского агентства какого-то, да? Владимир Михайлович, ну, отвечать? Да мне плевать, они все так представляются. Скажите, где руководитель, фамилия, имя, отчество вашего руководителя.